Всем привет. Видеоинструкция ГИКСИЗОН МАЗЬ 10 ГРАММОВ. Действующие вещества гидрокортизон, окситетроциклин. Страна-производитель Россия. Производитель Муромский приборостроительный завод. АО «Глюкокортикостероид для местного применения плюс антибиотик тетроциклин». Комбинированный препарат, угнетает развитие воспалительных реакций кожи, особенно аллергического происхождения, осложненных бактериальной инфекцией, один в результате суммарного действия компонентов, входящих в состав препарата. Окситетроциклин-антибиотик из группы тетроциклинов, оказывает бактериостатическое действие. Активен в отношении грамм положительных и грамм отрициотельных бактерий. РИКЦСПП. Тропонема СПП. Кламидия СПП. Микоплазма СПП. Гидрокортизон, глюкокортикостероид, оказывает противовоспалительный, противоаллергический, антиэксидативные и противозубные эффекты. Тормозит фагоцитоз. Уменьшает образование арахидоновой кислоты из фосфолипидов клеточных оболочек за счет угнетения активности фосфолипаза А2. Угнетает высвобождение энтерликинов и других циотокинов. Обладающих противовоспалительным действием, тормозит высвобождение гистамина и возникновение местных аллергических реакций. Снижает синтез белков и отложение коллагенов кожи, препятствует развитию соединительной ткани, ослабляет пролиферативные процессы. Показания. Заболевания кожи подающиеся терапией глюкокортикостероидами и осложненные вторичной бактериальной инфекцией. Вызванные чувствительными кокситетрацейкленными микроорганизмами. Дерматит, в том числе аллергический, контактный, сиборейный, солнечный, атопический, экзема, многоформная, эксидативная эритема. Поверхностные ожоги, укусы насекомых. Побочные действия. Раздражение кожи, зуд, сыпь, суперинфекция, аллергические реакции. При применении на коже лица, телеангиэктазии, атрофия подкожной клетчатки в области рта. При длительном применении или нанесении на большие поверхности, системные побочные эффекты, особые условия. Во время лечения глюкокортикостероидами не следует проводить вакцинацию в связи с иммунодепрессивным эффектом глюкокортикостероидов. При необходимости применения препарата на коже лица, лечение должно быть коротким, в связи с повышенным всасыванием и возможностью появления побочного действия. Дозировка. Наружно. Наносят тонким слоем 0,5-1Г1, три раза в сутки на пораженные участки или на стерильную марлю, которые прикрывают кожу, перевязав, бинтом. Длительность лечения индивидуальна, и зависит от степени поражения и локализации. Курс лечения не должен превышать двух недель. При применении препарата на коже лица мазь необходимо наносить один раз в сутки тонким слоем или точечно на элементы. При этом курс лечения не должен превышать семь, десятый. Стоимость от семидесяти рублей. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы.